В последние годы в армянских СМИ все чаще встречается информация о том, что в Гяньже в начале 20 века преобладало армянское население, якобы затем уничтоженное в ходе событий 1918 и 1920 годов. Не подкрепленные никакими фактами публикации сопровождаются с фальсифицированными данными, а исторические свидетельства не принимаются армянами в расчет. Точно так же не принимается в расчет тот факт, что именно Гяньже была выбрана первой столицей Азербайджанской демократической республики. Созданной 28 мая 1918 года. И выбрана она была как исконный азербайджанский город с преобладающим азербайджанским населением. Гяньже на тот момент считалось центром сосредоточения лучших умов интеллигенции Азербайджана. Здесь были образованы первые национальные партии, благотворительные организации. Появились молодежные движения по возрождению национального самосознания. Гяньже на протяжении веков по праву считалось центром просвещения культуры. Здесь творили знаменитые поэты Востока, низами Гяньжаве, мирзашав и вазех, месхити Гяньжаве. Свои знаменитые персидские песни со слов Ашуга Мирзы писал Михаил Лермонтов. Город всегда славился просветителями, учеными, меценатами. Согласно архивным данным, на конец XIX века в Гяньже насчитывалось около сотни медресе, которые давали не только религиозное, но и светское образование. Кроме того, в городе функционировало пять школ с преподаванием на русском языке, две с преподаванием на армянском языке и одна немецкая школа. В начале XX века в Гяньжу, центр Елизаветпольской губернии, стекалась интеллигенция со всего региона. Сама губерния по праву считалась одной из самых больших. Помимо Гяньжи, соседних городов и сел сюда также входила и большая часть Карабаха. Именно здесь проживало армянское население, переселенное сюда из Османской империи в середине XIX века. А в начале XX века в Елизаветпольской губернии появились и армянские националистические организации. Одна из них – Организация армянской молодежи, которая весь период существования Азербайджанской демократической республики занималась провокациями, направленными на дестабилизацию положения. Выступления националистов активно поддерживали армянские генералы Андроник и Дро, которые буквально вырезали мирное азербайджанское население целыми селами. Руководство Азербайджанской демократической республики вынуждено было обратиться за помощью к Турции и незамедлительно было получено согласие. Наступление турецкой армии осуществлялось сразу с трех направлений – со стороны Грузии, Карабаха и Нахчевана. Здесь военные столкнулись с яростными атаками армянских национальных бандформирований под командованием Андроника и Дро. По данным переписи населения на 1910 год в Гяндже проживало 25 тысяч семейств. Из них около 1000 семейств – армяне, 150 семей – этнические немцы, 230 семей – русских, десятки семейств – грузин и лизгин. Все остальное население – азербайджанцы. Национальные меньшинства проживали компактно. Армянская часть располагалась на правом берегу реки Гянджа-Чай и называлась Игистур. Накануне переезда в Гянджу была получена информация о том, что Бакинский совет готовит наступление на Гянджу. А оттуда через Елизаветпольскую губернию планируют захватить власть на территории всего Азербайджана. Такую же информацию получили и армянские националисты в Гяндже. Пока члены нового правительства готовились отразить наступление большевиков-дашнаков, в самом центре Гянджи зрел бунт. В армянской части Гянджи были сформированы вооруженные отряды общей численностью около 600 человек. Члены отряда нападали на мирное азербайджанское население. Среди жертв оказались женщины и дети. Именно поэтому турецкие военные, едва прибыв в Гянджу, приступили к разоружению этих бандформирований. Вопрос пытались решить миром. Чтобы уговорить армянских националистов сдать оружие, для переговоров к ним были отправлены два офицера турецкой армии. Армяне открыли по ним стрельбу, а затем напали на одну из турецких рот. Военнослужащие, не ожидавшие нападения, вынуждены были временно отступить. 22 июня турецкое командование решительно потребовало от армян сложить оружие, в противном случае грозя открыть огонь по кварталу. Однако армянские националисты, воодушевленные недавним отступлением турецких войск, отказались выполнить условия ульцуматума. Со дня на день они ждали помощи от Дашнаков Бакинского совета и поэтому не боялись ответных действий со стороны законных властей. Армяне сложили оружие лишь после того, как турецкие военные дали паду контрольных залпов по кварталу. В тот же день начались обыски. В первые два дня было конфисковано свыше тысячи единиц оружия. В ходе обысков были арестованы армянские провокаторы, связанные с Бакинским советом. Во время допросов выяснилось, что армянские националисты готовили в Гяндже вооруженное восстание, чтобы приблизить приход воинских частей Баксовета. С определенным непониманием представители турецкого командования столкнулись и со стороны немецкого населения города Гяндже. Немецкие семьи стали жертвами пропаганды, развернутой армянскими националистами среди христианского населения. Немцы сформировали военный отряд численностью 100 человек для защиты своих храмов. Представители турецкого командования были вынуждены отправиться на переговоры с ними. Встреча оказалась плодотворной. Немцы не только отказались от борьбы с турецкими войсками, но и примкнули к ним. В отличие от армянского и немецкого населения Гянджи, азербайджанцы встречали турецкую армию как освободителей. Представители официальных организаций зачастую были вынуждены пробиваться к ним сквозь толпу. Представители гянджинской интеллигенции приглашали турецких военнослужащих на обеды и ужины. Уговаривали их остановиться на постой. Молодежь активно вступала в ряды турецкой армии. В первый же день в турецкую армию вступило 500 человек. В общей сложности в течение месяца был сформирован отряд из 5000 человек. Так была создана основа Кавказской исламской армии. Что же касается мирного армянского населения Гянджи, то после расформирования бандотрядов они продолжали жить в городе, в своих домах. Когда стало понятно, что правительство Азербайджанской демократической республики предоставляет равные права всем гражданам страны, независимо от национальности и вероисповедания. Они приняли новую власть и даже стали сотрудничать с ней с учетом собственной выгоды. Этому сотрудничеству был положен конец в апреле 1920 года, когда Азербайджан был оккупирован большевиками. В мае в ходе Гянджинского восстания большинство армян снова встало на сторону большевиков. И как итог, убиты и арестованы были только азербайджанцы. Всего около 15 тысяч человек. Все эти данные подтверждены реальными документами, историческими свидетельствами и даже публикациями иностранных журналистов того периода. Именно поэтому они не вызывают сомнений у ученых, в отличие от так называемых документов, представленных армянской стороной. В их ложь сегодня уже никто не верит. Продолжение следует...